Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я предлагаю нам нарисовать вот такую замечательную картинку гуашью. Для этого нам потребуется снова листочек А5 формата, палитра, кисточки разных размеров, несколько цветов гуаши, водичка и кисточки и салфетки для промакивания кисточек. Начнем с вами с рисования луны. Для этого нам потребуется белый цвет, белый гуашь. Мы возьмем ее побольше, погуще и начнем рисовать большой круг верхней части нашего листа. Теперь к этому цвету мы будем прибавлять постепенно по бокам более темные цвета. Возьмем голубой, смешаем его с белым и на месте стыков прорисуем уже голубым цветом. Это будет наше небо. Нужно прорисовать линю горизонта. Далее мы возьмем более темный цвет, голубой, без примеси белого. Цвета между собой перемешаются. Пока оставим места стыков более видными. И по краям мы можем добавить еще более темный синий цвет. Немножко синее здесь, немножко синее здесь. Так, теперь мы кисточку вымываем. Возьмем салфетку и по местам стыков пройдемся. Влажной кисточкой без краски. Размоем. Ну и можно еще раз обозначить луну, сделать ее более большой. Светящийся, да. С какими-то оттенками пусть она будет. И опять же можно, да, кисточку вымыть и сухой кисточкой практически, да, с небольшим количеством водички. Пройтись по местам стыков, да, немножечко тут добавить сияние какого-то от луны. Сделать форму луны такой, которая вам больше понравится. То, да, белого еще в каких-то местах можно добавить. далее мы перейдем к воде для этого мы возьмем сделаем бирюзовый цвет можно смешать его с тем цветом который у нас был голубой с белым здесь намешаем добавить него зеленый да еще побольше голубого можно даже как чуть-чуть и этим цветом мы закрашиваем низ нашего листа лучше брать для этого кисточку широкую до чтобы процесс происходил более быстро когда у нас получилось не однородного цвета ни одного да это хорошо что-то зеленый голубой много синего и теперь мы добавим возьмем тонкую кисточку и добавим блики на воде которые у нас отходят от луны возьмем белый гуашь немножечко с водичкой и горизонтальными линиями легкими добавим расходящиеся блики да которые чем ближе к луне тем шире тем дальше от нее они более узкие да и вот Вот такая дорожка у нас словно получилась, можно где-то добавить больше цвета, если хочется сделать ее более яркой, более светящейся. И пока мы отойдем от воды и дальше мы с вами нарисуем веточки, которые у нас будут располагаться в верхней части листа. Для этого нам потребуется черный гуашь, тонкая кисточка, черный цвет с водой, разбавлены. И сейчас мы по углам нарисуем наши веточки. То есть мы их рисуем довольно-таки схематично. Какие-то располагающиеся с двух сторон веточки. Они могут заходить на луну, даже хорошо, если они зайдут на луну. И с другой стороны тоже самое. Да, сильно много можно их не добавлять. Схематично нарисовали. Что мы делаем дальше? Мы возьмем кисточку, можно взять широкую, можно взять тоненькую, как вам больше захочется. И сейчас мы добавим цветение на наше дерево. Мы возьмем рубиновый цвет, можно взять красный, например, если у вас нет рубиного. Мы его возьмем и разбавим опять же с белым цветом немножечко. И отрывистыми движениями добавим, да, таких вот отпечатков на наше дерево по веточкам, да. Заполняем, как будто бы наши веточки, такими вот листочками. С одной стороны и с другой то же самое. Угу. С другой то же самое. Так, сейчас. Где-то они будут более плотные, где-то менее, да, ничего страшного. Наша задача создать, да, некий объем и добавить цвет в наш рисунок. Так, это был первый цвет. Далее мы возьмем тот же самый цвет и добавим к нему побольше белого. Да, то есть мы немножко добавили теней, как будто бы, да, теневых листочков. Теперь добавим более светлых. Теми же самыми движениями добавляем на наши веточки. Делаем их более объемными. Можно за веточки, да, выходить. Можно как-то добавить форму, которая вам кажется более красивой, более подходящей. Так, и еще сверху мы добавим еще более светлый цвет, почти что белый, да, но с розовым, немножечко с примесью розового. И опять же, где-то наверх, в некоторых местах добавим еще и такой цвет. С кисточкой побольше ваши листочки будут более объемными, да, большими по размеру. Ну, тут уже выбирайте сами, как вам захочется это сделать. И давайте сразу добавим летящих, как будто бы, лепестков с этого дерева, да, спускающихся в разные стороны, как будто бы опадающих с нашего дерева на воду. Сильно, да, сильно не переусердствуем, но немножко их добавим. Вот. Хорошо. Что нам еще остается сделать? Нам остается нарисовать пару влюбленных, которые будут путешествовать в нашей лодке. Немножечко смажем белые блики. Да, кстати, на воду тоже можно добавить немножечко розового блика, будто бы, да, падающего на деревню такой розовый цвет тоже. Немножко. Что мы делаем дальше, да, берем черный цвет, тонкую кисточку. И нарисуем сейчас лодку посреди нашей речки. Так, значит, довольно-таки простую форму мы выбираем, да, сильно ничего не выписываем. По сути, это такая трапеция по форме. Да, и внутри довольно-таки схематично мы нарисуем влюбленную пару. Значит, голова, да, и условное тельце. Можно нарисовать, как будто бы они держатся за руки. Ну, девушке можно немножечко добавить прическу. Вот так. Так. Угу. И нужно еще добавить блики, да, на воде от нашей лодки. Мы возьмем черный цвет, разбавим его с водичкой. И нарисуем, как будто бы отражение этой лодки на воде. Довольно-таки размыты. Ну что, что еще остается сделать? Еще можно добавить некую растительность по углам нашей картины. Да, здесь отрывистыми движениями нарисуем подобие какой-то травы. И с этой стороны тоже самое. Угу. Так. И что еще можем сделать? Мы можем добавить набрыск на нашу работу. Немножечко попробую. Набрыск на нашу работу. Ну, для этого мы возьмем сейчас с вами белый цвет. Кисточку лучше взять побольше какую-нибудь. Так, белый гуашь. С водичкой ее разбавляем. И можно тут вот на небо немножечко добавить, да. Это могут быть и звезды, какие-то сияния, да. И на воду можно немножко добавить. Вокруг нашей пары. Можно взять немножечко еще и розового цвета. Добавить его около цветов. Да. Все. Наша работа готова. Спасибо вам большое за внимание. И пробуйте рисовать с нами. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...